Продолжаем выпуск. Обновление в детских садах Саиногорска. Компания «Русал» сделала большой подарок за счет металлургов. Сразу несколько дошкольных учреждений обновили пищеблоки. Как это повлияло на аппетит воспитанников увидела Мария Добринина. Жарочные шкафы, протирочные машины, электрокотлы, морозильные камеры. Повара с удовольствием демонстрируют свое обновленное рабочее место. Какой бы большой ни был профессиональный опыт, но на современном оборудовании блюда получаются еще вкуснее. Новая модель у нас, старые другие блюда. То есть это новее модель. Но быстрее, лучше работает? Да, лучше. Приходят повара в 6 часов, заливают. За 15-20 минут закипает молоко. То есть варится уже каша, она наставится и как раз к раздаче она уже напаренная, разваренная каша. Снегирек рассчитан на 240 человек. В среднем его посвящают около 180 детей ежедневно. Работу детского сада без функциональной кухни представить невозможно. Это прекрасно понимают и металлурги. Поэтому на развитие школ и садиков всегда выделяются внушительные средства. Нам предоставили, какое оборудование они могут поставить. И в чем была самая необходимость, естественно, нам то и привезли. Оборудование уже было у нас более 40 лет. Сейчас обновили мы на 70% общую массу нашего оборудования. Такое же оборудование для пищеблока получила детский сад «Аленький цветочек». Довольны ли обновлением кухни сами малыши, для которых с раннего утра до вечера работают повара? Можно понять по слаженному стуку ложек за обедом. Дошколята сметают и первое, и второе, и компот. Аппетит у каждого отменный. Домой голодным никто не уходит. Сегодня вы что давали? Соп и котлеты с огурчиком, и с картошкой, и салатом. В общем, все то, что ты любишь, да? Вообще вкусно кормить в садике? Меню всегда меняется, оно всегда обновляется. Но мы вообще всегда кушаем хорошо. И очень вкусная бурочка стала. Всего в Саиногорске 14 детсадов, в том числе в Майно и Черемушках. Но практически все дошкольные учреждения или отметили, или совсем скоро отметят полувековой юбилей. Процесс обновления он ведет. Хотелось бы, чтобы было более масштабно. Потому что все детские сады были построены в 80-е годы. И практически, когда город строится, развивался завод. Практически каждый год что-то делается для детских садов в нашем городе. Обновление оборудования пищеблоков в этом году выделено средством в размере более 4 миллионов рублей. Прежде всего, это забота о нашем подрастающем поколении, о наших детях. И сегодня работники учреждений образовательного города Саиногорска имеют возможность качественно готовить пищу. В этом году оборудование заменили сразу в пяти детсадах. Это не первая подобная помощь Русала. По традиции, которую заложил еще основатель компании Олег Терипаско, образовательным учреждениям города помогают решить любые проблемные вопросы. Например, недавно на деньги металлургов были частично заменены окна в шести городских школах и детских садах. А дополнительно к таким проектам Русал ежегодно выделяет на сферу образования десятки миллионов рублей по соглашению с правительством республики. Мария Добрынина, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.